В Украине вспышка гриппа в Одесском регионе от осложнений уже погибло 26 человек. Что, по-вашему, послужило причиной вспышки вируса? Чем объясняется высокая смертность? Тут еще вопрос в том, что есть ли на самом деле этот грипп или это какая-то очередная страшилка, которую все пугают. Люди, которые имеют бизнес на аптечных делах, очередной раз пускают такую мульку, чтобы просто заработать денег, как было пару лет назад. Возможно, из-за того, что город портовый, много чего завозят через море, много кто ездит морем, поэтому не странно, что с каких-то латиноамериканских стран что-то привезли. Такое бывает. У нас карантинная гавань была, и когда-то, в общем-то, люди, приезжающие, они имели некоторый запас времени, чтобы не войти в город. Потому что была карантинная гавань, карантин существовал. Сейчас этого нет, и, возможно, такие проблемы в городе. Может, это потому, что мы возле моря, тут сыро, и из-за ветра легче простудиться у нас. То есть у нас, даже если теплее, чем в некоторых городах, то из-за моря, из-за ветра холоднее кажется. А еще у нас люди как-то не привыкли обращаться сразу к врачам, может, поэтому. Во-первых, из-за числительности людей, ну, что много. Во-вторых, из-за перепада погоды и из-за того, что очень дорогие медикаменты. В наше время это обычному жителю купить что-то подороже и что-то покачественнее это. Наверное, есть какие-то недоработки, может быть, с медицинской точки зрения, может быть, с точки зрения, ну, опять же, недоверия к нашим врачам. И дома все пытаются лечиться самостоятельно. До крайней точки доводят, а потом уже бегут к врачу, когда уже, к сожалению, ничего не сделаешь. Ну, самая лучшая защита – это чеснок, лук. Могу связать с тем, что, в принципе, резкий перепад температуры, скорее всего, поэтому. Ну, и у нас приезжий город туристический, поэтому много разных людей. Возможно, что с вирусами уже и ходят. Ну, я пытаюсь дезинфицировать руки, мыть все время, потом использовать такой специальный лосьон, который дезинфицирует руки. Я стараюсь, если скопление больших людей, то, если кто-то кашляет, чихает, вот эти в сторону как-то. Лучше каждое утро по чайной ложечке священной воды пить. И просите Господа Бога, будете здоровее. Открытая трибуна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...